Новая угроза с Россией. Кремлевский режим готовится к новому этапу ракетного терроризма Украины. По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, для этого россияне разрабатывают новый тип ракет. По имеющимся данным, в июне этого года Российская Федерация планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50. Х-50 с рабочим названием «Орион» должны пополнить запасы россиян уже к осени. По имеющейся информации, с февраля 2022 года Россия израсходовала по меньшей мере 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав по меньшей мере 8 тысяч таких ракет главным образом класса «Земля-Земля». И если взять во внимание ее заявленные характеристики, на нее стоит обратить внимание. Сотни, сотни наших ракет. Остановить их невозможно. Что же из себя представляет до сих пор неизвестная российская ракета Х-50? И чем ее нужно сбивать? Давайте разбираться. Работа над Х-50 началась 5 лет назад. Еще в 2018 году была принята программа создания вооружений, новых типов вооружений. И для, собственно, в основном для Ту-22М, М-3, создавалась новая ракета, которую так и назвали Х-50. До сих пор ее считали очередной несбывшейся мечтой российского военно-промышленного комплекса. Но у нас есть чем ответить. Но оказывается, 2022 год научил Путина экономить деньги. Стрелять трехмиллионными Х-101 и при том терять 4 из 5 ракет запущенных, но это довольно утомительно. Поэтому в авральном режиме было принято решение выпускать новый, более универсальный тип ракет. Это дозвуковая ракета. Скорость ее в крейсерском режиме не свыше 700 км в час, максимальная 900 км в час. Х-50 – это подобие известных ракет Х-101. Это фактически уменьшенная копия известной ракеты Х-101, которой нас обстреливают уже с самого начала войны фактически. Но у нее есть, тем не менее, несколько преимуществ. Во-первых, она дешевле, но все равно опасная. Также дозвуковая ракета. Примерно на метр с небольшим, короче, чем Х-101. Также выпадающая из хвостовой части после пуска двигатель. Но она легче. Во-вторых, она может нести более разрушающий эффект, чем Х-101. Если Х-101 имела моноблочную головку, то есть единый агрегат, то вот эта ракета уже будет иметь два типа. Как моноблочную, там, тандемную моноблочную или просто моноблочную, так и кассетную. То есть она сможет разбрасывать несколько боеприпасов по площади. Ну и, наконец, главный козырь Х-50 – это ее универсальность. Ее могут нести все виды российских бомбардировщиков. Это ракета, которая предназначена для вооружения дальних и стратегических бомбардировщиков. Несмотря на это, массовое производство таких ракет вряд ли стоит ожидать, убеждает Генштаб Вооруженных сил Украины. На нынешнем уровне производства Россия не сможет восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе. Но настораживает тот факт, что производство Х-101 в то же время не прекращается. Эта ракета более дешевая, но параллельно будет выпускаться и Х-101, так что удвоить производство точно не получится. На сегодняшний день оно не впечатляет благодаря дефициту комплектующих. Сейчас ракет Х-101 выпускают, но россияне в состоянии выпустить где-то не более 30 в месяц. Поэтому вполне вероятно, что производство Х-50 будет двигаться где-то в таком же темпе, а возможно еще медленнее. Получится ли наладить в принципе серийное производство, доведут ли эту ракету до нужных параметров, сможет ли от нее работать новая система управления и все, что заявлено, в этом большие сомнения. Максимальная схожесть Х-101 соответственно говорит о том, что Украина имеет чем принимать новейшую разработку России, если она таки станет на конвейерах. Все, без исключения системы противовоздушной обороны, включая зенитные пулеметы, подходят для уничтожения этих ракет. Спасибо НАТОвскому ПВО. Я надеюсь, что мы получим достаточно на Самсову и Аристе для того, чтобы с этими ракетами расправляться так же беспощадно, как расправлялись Х-100. Генштаб ВСУ предупреждает, что Россия готовит массированные удары Х-50 уже на начало осени. То есть Украина и ее партнеры имеют более четырех месяцев на тщательную подготовку к новой волне ракетного террора России.